Давайте посмотрим, в каких конструкциях, в каких словосочетаниях в предложении употребляется этот артикль. Если у вас есть выражение «there is», «there was», «there will be», «там есть», «там был», «там будет», то после этой конструкции используется тоже артикль «э». Например, «there is a plane in the sky», «there is a plane in the sky», «если он один», но если их много, то мы помним, что артикль «э» не ставится во множественном числе. «There are planes in the sky», «ok», «so now your task is», «make the sentence», «давайте подстроим по порядку предложение». «Там есть чашка на столе». По-русски мы переводим такие предложения с конца. «На столе есть чашка». А по-английски мы начинаем всегда «there is», «Денис», «yes», «very good», «there is a cup on the table», «Мария», «yes», «Алексей», «Алексей», «Ольга», «Анна». «Мария», «Анна, look at the cup», «cup», «то что у вас «cap»» получилась «кепка», мы пишем «cup». «There is a cup on the table», «Мария», «тоже обратите внимание на «table», «there is a cup on the table». «Окей», я вижу, все уже подключились к работе, замечательно, нас уже больше, и мы очень активно участвуем. «Thank you very much», «cup with air and table with their». «Какая так чашка, неважно какая, именно на этом столе?» «On the table». Мы с артиклем «the» познакомимся чуть попозже. По значению «любая чашка», «there is a cup», просто стоит чашка, и выражение «there is», после него мы всегда используем «э». А так как стол именно этот, то мы говорим «the», мы его видим и знаем, о каком столе идет речь. «Окей», «there is a cup on the table». Следующее, когда еще употребляется, после «there is», «there are», мы запомнили, ставим «э». Если мы хотим сказать о чьей-то профессии, чьем занятии, например, «I'm a pupil», «she is a teacher», «he is a doctor». То есть сложно это называется часть составного именного сказуемого. Но чаще всего это, когда мы говорим о чьем-то, чем человек занимается, кто он есть. Тогда тоже используется артикль «э». Например, «I am a teacher», «and she is a writer». Well, translate this sentence. «Он доктор». «Он доктор». Екатерина Алексея, good. «He is a doctor». Мария Татьяна, so very quick. You're very quick, really. «He is a doctor», very good. Мы говорим о его профессии, перед профессией мы ставим артикль «э». «He is a doctor». Окей. Еще мы ставим артикль «э», когда мы используем слово, например, «he has», «she has», «they have». Это называется при прямом дополнении, тоже если сложным языком, английским говорить терминов. Но запоминайте так, что в структуре «he has», «they have» мы ставим артикль «э». For example, «he has a big family». У него есть «что». И вот это прямое дополнение «большая семья». «Let's take a seat and have a snack». «Давайте присядем» и «перекусим». Или дословно «давайте присядем» и «будем иметь что?» «перекус». Вот это вот «что» – это прямое дополнение. После слова «have», «has» мы тоже ставим артикль «э». Давайте посмотрим на примере. «У меня есть кошка». Translate this sentence. If we know that he has a big family, we know that he is the family, why not there? Ага, окей, потому что вот слово «have» – «a big family» – тут тоже тонкость, мы первый раз о ней говорим. А «the» – это именно этот. Подчеркивается, что именно этот человек, именно этот предмет. В данном случае нам не нужно этого. Окей, I have a cat. Very good. I have a cat. Давайте еще раз. Артикль «э» ставится в единственном числе перед словами, которые исчисляемые. Является неопределенным. То есть какой-то, любой, вообще. И он раньше был словом «one» произошел этого слова, поэтому ставится только в единственном числе. В выражениях «there is», «there was» тоже ставим «э». Во фразах «I have», «he has» тоже ставим «э», что у него есть. И также, если мы говорим о профессии и занятии, мы тоже ставим артикль «э». Если же у нас неисчисляемое существительное, то артикль не ставится. Что такое неисчисляемое? То, что нельзя посчитать. Очень часто жидкости, например, суп, чай, кофе или сыпучие вещества, песок, рис. Мы не можем их сосчитать, поэтому мы артикль не ставим. It's very hot soup. Это очень горячий суп. There is hot tea in the teapot. Горячий чай в чайнике. Окей, you see, перед неисчисляемым мы не ставим артикль «э». Субтитры сделал DimaTorzok